Школы Ненинского автономного округа возобновили дистанционный режим работы. Уже четвертый день уроки в регионе идут посредством различных образовательных платформ и мессенджеров. Подробности далее. Роза что делает? Расцветает. Второклассник Арсений Выучейский сегодня разбирается с новой темой – глагол. Учитель для дистанционной работы с учениками присылает задания и ссылки на видеоуроки. Арсений занимается усердно, но искренне мечтает вернуться обратно в школу. Мне дома скучно. Конечно, я хотела в школу идти, мне ребятам наскучилось. При такой форме дистанционного обучения огромная нагрузка ложится на плечи родителей. Ты сейчас послушала ролик про глагол, да? Давай еще правила повторим. Что такое глагол? Мама Арсения по совместительству журналист телеканала «Север» в эти дни сама переквалифицировалась в педагога. Ведь каждую новую тему приходится дополнительно объяснять, а это не всегда просто. Например, если с русским языком у нас еще все хорошо получается, потому что с русским у меня у самой в школе было хорошо, то с математикой, конечно, сложно, потому что, во-первых, некоторые задания просто непонятно, как выполнять. И, например, мы начинаем их делать вместе, а Арсений говорит, что в школе мы делаем не так. И, конечно, сложно, не знаю, методику преподавания того учителя, который их учит, как-то по-другому учить ребенка. Музыкальная школа, которую посещает Арсений по классу баяна, также перешла на дистанционное обучение. С преподавателями теперь юный музыкант тоже общается при помощи интернет-мессенджеров. А вот сейчас слушай. Раз. И если раньше домашнее задание отнимало у родителей от двух до двух с половиной часов по вечерам, то сейчас приходится посвящать урокам практически весь день. Когда он учился в школе, у нас там уходило на выполнение уроков два часа, это прям максимум. То есть приходили там, часов в пять садились, всем у нас уже все было готово. Здесь мы как вот проснемся, часов с десяти начинаем, и это может длиться в течение всего дня. То есть, конечно, я делаю перерывы какие-то, то есть там где-то мы сделали один предмет, сходили там погуляли, например, или там пообедали, ну и приступаем к другому предмету. Но почти весь день мы учимся, получается. Итак, доброе утро, шестой Б-класс. Начинаем занятие по истории России. Тема сегодняшнего занятия – Батыева нашествие на Русь. А так проходят уроки в средней и старшей школе. Любовь Торопова, учитель истории высшей категории, проводит свои занятия на платформе Zoom. Для учеников пятых, шестых и десятых классов. На этом ресурсе учителей учили работать на протяжении вынужденных каникул. А он позволяет не только общаться с учениками, но и показывать презентации и видеофрагменты. С нами провели весьма неплохое обучение. Соответственно, платформа Zoom на сегодняшний день – одна из самых удачных и самых понятных, интуитивно понятных платформ, которая позволяет в конференцию включать до 100 человек. Соответственно, класс, в котором в среднем 25 человек, вполне неплохо помещается. Самая главная трудность, признается Любовь Олеговна, – качество интернета. Когда в 10 утра на первый урок все ученики одновременно входят на эту платформу, происходит обвал связи. Причем, как ни странно, в первый день не было никаких проблем, уроки прошли прекрасно. А вот на второй день проблемы начались. Может быть, кто-то, кто не успел подключиться, они все и подключились. И в итоге на второй день у нас зависало. Детей все время выбрасывало из урока, потом мне их приходилось дополнительно загружать. И поэтому сегодня, например, в три часа я провожу урок для тех, кто не смог попасть на урок вчера. Надо отметить, что проблемы, с которыми столкнулись педагоги и ученики всех учебных заведений, одинаковые. Основные из них – медленный интернет и невозможность выйти на определенную образовательную платформу. Ну, наверное, самая большая трудность, когда встали практически все образовательные платформы в самом начале дня. Это было неожиданно для учителей и для детей. Но по ходу дня как-то все разрешилось достаточно быстро. Некоторые учителя перенесли свои уроки. Очень хорошо учителя работали на платформе Zoom, то есть вели онлайн-уроки. Детям тоже очень нравилось. Между тем, среди учеников есть такие, у кого нет технических возможностей выходить в интернет и подключаться к онлайн-урокам вместе со всем классом. В этих случаях школы обещают индивидуальный подход. Да, такие тоже есть. И это решается, естественно, индивидуально, посредством мессенджеров. То есть общаются и с сообщениями, и учителя звонят. То есть все решается индивидуально. Проблемы учителей и школьников услышаны. По поручению в РИО губернатора Ненецкого округа уже 7 апреля силами Ненецкого информационно-аналитического центра был развернут сервер для предоставления профессиональной видеоконференц-связи для учителей и учеников. До конца этой недели проблему обещают решить. Объясним, каким образом это можно реализовывать и как наше предложение давать уроки, например, для четвертых классов. Там математика, один педагог на большое количество учеников. Приложение, оно совершенно бесплатно, оно адаптировано под условия и низких скоростей интернета, и у кого там дома хороший интернет, для хороших скоростей интернета. То есть мы проведем расследовательную работу, дадим доступ и предоставим возможность непосредственно этим пользоваться. Кроме того, жители региона просят во время просмотров интернет-фильмов немного занижать качество изображения. Вроде бы кажется, я один, ничего нет. Если вы, 5, 10, 20, 100 человек включат, там не максимальное расширение по фильму, который вы смотрите, а чуть пониже, это действительно существенно сыграет общую роль по предоставлению тех или иных услуг, в том числе и видеоконференции для детей. Вместе с тем все участники дистанционного обучения надеются, что скоро они смогут перейти к живому общению в привычных классах, за партами и около школьной доски. Ольга Русл, Леонид Шишелов, Владислав Ткачев, Телеканал Север.